С улицы Ленина начала свою пешеходную экскурсию во вторник Светлана Калинина. Член центрального штаба ОНФ наряду с орловскими общественниками изучает городские проблемы. Клумбы, которые выглядят как гробы, а именно так их называют орловчане, не приглянулись и общенародной фронтовичке Светлане Калининой. Вернуть улице Ленина исторический вид рекомендовала представителям города и области гостья. Вообще должна была внесена вся эта брусчатка, должна была внесена в памятник культурного наследия. И ее ни в коем случае, это должна быть региональная история, которая должна была быть сохранена. Сегодня, знаете, ну, наверное, вот наше поколение, поколение молодых людей должно сегодня для себя утвердить. Знаете, тот, кто историю не помнит, говорят, идет никуда. В программе третьего дня в Орле осмотр аварийных домов и поиск решения. По словам координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды, наш город ничем не отличается от многих российских. 68-й дом по набережной Дубровинского спустя год с небольшим после обрушения так и стоит, украшая Орел. Вы знаете, вот я про это и говорю, что мы принимаем иногда такие нереальные, неадекватные, буду говорить, решения в строительстве. Если уже строили дом с определенным фундаментом, определенные возможности усиления стены и тяжести, которая может быть там, да, ну вот это вот, зачем мы это делаем? Жили на два дом в списке, обязательных к посещению. Проблемным здесь является пятый подъезд. Неоднократно администрация города инициировала... Нет, подождите, стоп, стоп, стоп. Был признан переселение, либо выведен дом на программу реконструкции. Признан подлежащим реконструкции. Это четко написано. Значит, это только та, без переселения, только часть та подъезда, которая попала под разрушение. Жители так и не смогли договориться не то, что с администрацией, с самими собой. Одни хотят новые квартиры, другие – денег. Вы послушайте, сегодня власть обязана принять меры, обеспечивающие безопасное проживание граждан. Принимаю, даже предлагаю оградить дом. Они либо должны переселить эту землю и начать реконструкцию, либо перестраивать, снести и перестраивать эту часть дома. Либо они будут принимать решение. Пошли трещины, и вот эта трещина, которая там, где 5-й подъезд, она уже была с самого начала. И никто не обращал на это внимания, никто ничего не говорил. Это вы в своем уме? Я буду умирать в этом доме, пусть меня прижимают плитой. Я собственник, я должна в маневренный фонд идти. Вы что, совсем? Вы же сами затягиваете процесс начала работы, ремонта. Он воспризнан аварийным на реконструкцию. Это два разных понятия. Не на переселение. Поэтому деньги вы не получите. Это точно. Сейчас надо понять, как правильно исправить ситуацию. Для того, чтобы этот дом действительно перестал быть аварийным. И чтобы его реконструировали вовремя. Вот правильно думать в этом направлении сейчас? Мы должны реконструировать. Это самая главная задача. Нет, нам будет помогать администрация. По словам Светланы Калининой, от Орловской области должно быть обращение к Минстрою, чтобы в рамках программы капитального ремонта у регионов появилась подпрограмма реконструкция. Соответственно, деньги, которые орловчане собирают на капремонт ежемесячно, пойдут на реконструкцию на тех домах, где это необходимо. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.